В мире, где технологии становятся частью нашей жизни, есть те, кто осмеливаются шагнуть дальше остальных. Фиксируя все это на камеру, они открывают порталы в другую реальность, пытаются уловить смысл в бессмысленном, погрузиться туда, где каждый вдох наполнен ароматом новых технологий и необычного юзер-экспириенс. Эти миры мгновенно вернут вас в детство и создадут поддельное ощущение киберпанка. Но это всего лишь игра с вашим разумом. Вы быстро нащупаете дно, это лишь дело времени, когда новая реальность покроется пылью на полке, заставив усомниться, пришло ли на самом деле время VR. Это Oculus Quest 3. Один из самых нормальных, из доступных сейчас шлемов виртуальной реальности. Те, кто не пробовал такие штуки, должен сразу понять, что все, что я вам сегодня покажу, выглядит не так, как видите вы в мире своих плоских экранов. Те, кто юзал, понимают, что это другие ощущения. Вот было бы это все в глазу и работало проще, вот это было бы уже будущее. А пока вот такие хедкрабы на лицо, это наше настоящее. Сегодня я покажу возможности и попытаюсь описать ощущения, а также отвечу на вопрос, стоит и стоило ли покупать себе вот эту вот штуку, и почему эта дорогая игрушка, скорее всего, вам быстро надоест. Но вы все равно захотите ее попробовать. На связи Михаил Крошин. Сегодня выпуск МК VR, но вы этого не почувствуете. Где-то здесь открыт наш телеграм-канал. Вот так он выглядит. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь. Добро пожаловать в мир виртуальной реальности. Поехали. Уверен, вы знаете про Ситилинк. Компания с 2008 года продает тысячи позиций, проверенной цифровой техники и электроники от всех известных брендов. Ситилинк входит в топ-5 крупнейших интернет-магазинов России и имеет магазины и пункты выдачи почти по всей стране. Но ребята не стоят на месте и развиваются. Сейчас у них большое обновление. Они расширили ассортимент, поменяли логотипы цвета, сделали интерфейс еще удобней. В каталоге товаров можно найти и крутое железо, и свежие новинки смартфонов, и много чего еще. Ноутбуки, мониторы, товары для умного дома и бытовую технику – приятные цены, особенно с бонусами. У Ситилинк есть мобильное приложение с поиском по разделам, рекомендациями и фильтрами, которые помогут подобрать то, что нужно именно вам. Покупайте в Ситилинк и получите скидку в 10% на первую покупку по промокоду MKNEWS на заказ до 300 тысяч рублей. Акция действует до 30 июня 2024 года. Хороший повод обновиться вместе с Ситилинк. Кто чисто спросить и кто не в курсе, что это за дичь, с этой штукой вы можете бесплатно смотреть 3D-фильмы прямо в кинотеатре, да, смотреть 18+, с погружением, желательно 8К, играть в пиратские игры, а еще, если есть нормальный ПК, зайти в Steam и вернуться в Half-у, которая из 2019-го, но с графикой, судя по остальным играм, из 2030-го. А еще, это технологии врага, поэтому придется заморочиться. Компания-производитель, запрещенная в России организация. Все через VPN-ы, про которые по новому закону я ничего не знаю. А вот теперь давайте поподробней. На волне короткого хайпа вокруг Apple Vision у VR-блогеров поперли просмотры, а в топы Пеппера то и дело влетают то второй и третий квест, то пика 4. До этого я неоднократно ходил в VR-клубы, так что первый эффект вау и тошноту испытал еще лет 6 назад. Но технологии не стоят на месте. Стало круче в мелочах, лучше картинка и немного больше контента. Качественно изменился сам подход. Шлемы теперь продают по цене хорошего смартфона. Не нужно вешать на себя датчики и даже иметь дома компьютер. По сути это мощный андроид смартфон с пространственными камерами, датчиками и трекерами рук. Новое поколение шлемов полностью самодостаточно. Внутри 4-нанометровый чип Qualcomm Snapdragon XR2 второго поколения и 8 гигабайт оперативки. Широкоугольные так называемые панкейк-линзы, которые ровные, не сильно мылит картинку по краям. И пара 2К на 2К дисплея с частотой до 120 Гц. И казалось бы, все просто. Но сразу после распаковки вы пройдете стадию гнева. Надо регаться в запрещенной сети, использовать VPN. Без этого шлем никак не обновить. Можно конечно пойти и другим путем. Но в любом случае вам придется вникнуть, почитать ветки какого-нибудь 4PDA, или посмотреть тематические видосы. Стандартные ремни, мечта BDSM-щика. Они рвут волосы, шлем постоянно спадает. Зная это, я заранее закупил сторонние крепления Bobr Curva Pro. Не знаю как это читается. Налики стоят в районе пятерки. Супер удобно, сзади крутилка-регулятор с батарейкой, которая прикольно магнитится. И да, дополнительный аккумулятор прям must have. Как и любой смартфон, шлем садится за пару часов. После настройки VPN вам больше не понадобится. Шлем полностью переведен на русский язык. Интерфейс как у обычного андроид планшета. Он интуитивно понятен и достаточно удобен. Базовое управление идет через контроллер. Советую взять вот такие недорогие чехлы. Они не раз спасали и контроллеры, и мои руки в порывах баталий. Пульты удобные, отзывчивые, имеют приятное вибро. Шлемом можно управлять и без них. Но мамма миа. Сначала вы не сразу поймете, что и как нужно делать со своими пальцами. Придется гуглить жесты и практиковаться. У меня получилось не сразу, но трекинг рук тут работает хорошо. Есть панель задач, меню приложений, удобные настройки с кастомизацией, возможность перетягивать программы на виртуальные рабочие столы, как угодно двигать, растягивать окна. В общем, озвоится довольно легко. А поставив галку на неизвестных источниках, открывается доступ ко всему набору андроид-приложений, которые можно ставить прямо из АПК. Браузер, телега, все отлично заводится, а к виртуальной клавиатуре можно приноровиться даже без пультов. В режиме сквозной камеры раздаешь интернет с телефона где-нибудь в парке, сидишь, смотришь ютубчик и наблюдаешь за удивленными взглядами прохожих. И, кстати, судя по разговорам, многие считают, что это эпловские Vision Pro. Конечно, по качеству с глазами камеры никак не сравнятся, они местами мылят картинку, делают айфон гибким, но при нормальном освещении все прекрасно видно, а окна, которые поверх картинки, выше всяких похвал. Даже при их переносе и масштабировании они остаются четкими и высокодетализированными. И да, как я уже говорил, шлем полностью автономен, можно, сидя на белом троне, посмотреть в 3D с ютуба, как молодые специалисты фотографируются на Красной площади. Или, как киберскуф, лупить свиней прямо на пляже, распугивая голубей чаек. Все это выглядит прикольно и отлично вписывается в окружение. Люди вокруг даже не понимают, что видит перед собой этот чудик. Да и вам передать тот самый эффект через плоский экран полностью не получится. Я, например, сделал ароматный, недожаренный шашлык, листая телегу и смотря ютубчик. Спасибо камерам уровня старых Nokia. Но, как уже сказал, в целом при нормальном освещении никаких проблем с ориентацией нет. Если сильно хочется, можно даже разглядеть текст на экране смартфона. А как вам дебильная идея порыбачить в обеих вселенных? Находясь в реальности, не у самого чистого пруда, с разбросанными резиновыми изделиями номер 2, в VR я вместе с обезьянками чилил на закат. И даже поймал здоровенного кальмара. Куча локаций, снастей, ты реально бросаешь удочку, а единственное отличие от настоящей рыбалки тут клюет. Можно смотреть, как моют кота, пока сам моешь кота. Бесценная фича. Главное, чтобы в порыве гнева он не сорвал балалайку с камерами с вашего лица. А вот глянуть в шлеме фильм на ходу не выйдет. Режим путешествия работает только если вокруг есть неподвижные относительно вас объекты, типа вы сидите в самолете. Иначе окна улетают назад. Так что не зря мета признана экстремистской и запрещена на территории России. Компания Цукерберга может добавить эту фичу как у Apple, но просто этого не делает. Такие штуки переняли у смартфонов не только интерфейс, но и проблемы с автономом. Третий квест выдерживает от силы один полноценный фильм. Поэтому если после просмотра вы вдруг решите, что у вас все же есть лишние деньги, хотя я еще попытаюсь вас отговорить, обязательно берите Powerbank или вот такой вот наголовник с аккумулятором. Тут 10 тысяч китайских махов, что в два раза больше, чем штатный аккумулятор у квеста, но будьте готовы к тому, что конкретно у этого бобра при нагрузке, когда шлем заряжается во время работы, сильно свистят дроссели, и этот ультразвуковой писк у вас на темечке будет вас раздражать. Вторая проблема места. 128 гигабайт в базе, это прям поэпловски. Второй Asgard весит 30 гигов. Это самая крупная, специально написанная под квест игрушка на 100 часов. Кстати, неофициально переведенная на русский. Хотя меня она не зацепила, жестко укачала даже в режиме комфорта. Но все же пяток серьезных игр и пара фильмов с нормальным битрейтом, и вот уже занято 80 гигов. Так что версия на 128 подойдет только тем, кто планирует играть во что-то простое, а видео транслировать с ПК. Хотите насладиться VR-ом вдали от дома, берите шлем на 512 гигов. И раз уж мы заговорили о весе контента, готовьтесь расчехлять интернет по оптике и зеленый загрузчик. Нормальный по качеству фильм для VR весит гигов 15. Для квеста есть несколько сторонних плееров. Например, в Скайбоксе можно смотреть Стражей Галактики прямо в космосе, или включить прозрачный режим и повесить экран в углу комнаты. Это необычный опыт. Видишь свои руки, но при этом перед тобой висит огромный дисплей. В России не показывают дюну, не беда. Можно организовать свой личный виртуальный кинотеатр и смотреть бесплатно в высоком качестве. Есть места поближе или подальше. Настоящая мечта интроверта. Весь зал только твой. Со временем эффект бинокля пропадает, и ты его вообще не замечаешь. Развернул фильм на всю стену, лежа в кровати, и никакой проектор тебе не нужен. Картинка отменная при любом освещении. Даже плоские ролики смотрятся шикарно. Но если запустить 3D-фильм, погружение перейдет на абсолютно другой уровень. Запись со шлема вам это, конечно, не передаст, но поверьте мне, картинка объемнее и лучше, чем в очках в каком-нибудь кинотеатре или у телека. Это нужно оценить самому. Звук во встроенных наушниках отличный, но его прекрасно слышат окружающие. И вот тут я отвечу на самый частый вопрос, когда разговор касался VR, его зачастую задавали одним из первых. Да, 18 Plus контент есть, его полно на торрентах, и это очень глубокое погружение на все 180 градусов. И да, забудьте про видео онлайн, картинка там сыпется и все портит. Вы можете скачать на ПК и смотреть без провода такие блокбастеры, как Porn Wars, Schmaranator 3, Kirika Kamshoti, побыть братом Серсея из Игры Престолов, накачать полный баг Фуриосе и оценить рукопашный бой королевы Мэйв. Вы даже можете посетить настоящий Хогвартс и отправиться на шоколадную фабрику к Вилли Вонке и его помощнице, овладеть настоящей кувалдой Тора и наказать Леди Димитреску или трех ее приспешниц. Получится заставить кричать бесшумную слугу Шао Кана и выпить зелье вместе с Эйприлу Нил. Можете освободить из башни Элизабет и помочь найти дорогу расхитительницы гробниц. В общем, контента тонны и за столь глубокого погружения выбирать придется долго. Ладно, хватит, переходим к игрушкам. Проблема ранних VR-ов решена. Не нужно расставлять датчики и калиброваться вручную. Шлем все сделает сам. Достаточно просто покрутить головой и 4 инфракрасных камеры построят точную 3D-проекцию комнаты. Без подключения к ПК доступны любые VR-игры из встроенного магазина и вообще для всего андроид. Свежий снэп драгон без проблем справляется с любыми проектами. Но не стоит ждать чего-то сверхъестественного. Можно поиграть в несколько видов тенниса, пострелять по плюшевым зверькам, которые ворвутся из разломов стен прямо в вашу комнату или отбиваться от монстров в настолке типа зомби против растений прямо у себя на столе. Побить в барабаны под рок-музыку на дракаре или помахать мечом в битсайбере. Такие простые игрушки самые популярные в VR. У них минимальный порог вхождения и быстрая отдача. Вы сразу начинаете активно играть. Можно порисовать на холсте, попинать мячик в мини-гольфе. Конечно же, есть многострадальный фруктовый ниндзя. Его, как и Doom, портируют на все. А если на работе был тяжелый день, всегда можно навалять роки Бальбоа и заодно неплохо размяться. Такие АПК-шные игрушки ограничены вычислительной мощностью 10-ваттного снэпдрэгона. При этом они легко качаются с торрентов. Никакой защиты тут нет. Но стоит вам запустить Steam VR, с которым шлем работает как по воздуху через Air Link, так и по кабелю, и графика в играх вас начнет удивлять. Конечно же, первое, что нужно оценить, если еще нет, Half-Life Alyx. Уже 5 лет это буквально лучший проект под VR. Многие видели ее на YouTube, но внутри все по-другому. В былые времена богатые люди ради нее покупали дорогущий шлем Valve Index. И поверьте, такое погружение в VR тогда стоило своих денег. Ну а сейчас игра отлично идет на шлеме за 40 тысяч с AMD RX 7600, которого можно найти дешевле 30-ки. Карта без проблем держит 90 FPS на ультра-настройках графики, так что топового железа для вхождения в VR не нужно. В целом, если не считать простенькие аркады, библиотека игр под виртуальную реальность не особо масштабна. Но кое-что интересное и знакомое все же есть. Если сериал Fallout вернул ваш интерес к серии игр, почувствовать все сложности пустошей можно прямо на себе в портированной под квест четвертой части. Конечно, проходить всю игру вы так вряд ли будете, это неудобно и сложно, но пару часов пострелять по райдерам и насладиться атмосферой постапокалипсиса очень даже круто. И вот такое сыграть на пару часиков касается большинства игрушек. Разумеется, объемную версию получил и нетленный Скайрим. Теперь вы можете полностью почувствовать, каково это просыпаться в той самой телеге. Для фанатов Эльд Президента есть даже порт Тропика. Играть в стратегию в шлеме не очень-то и удобно, но кому-то может понравиться. Разумеется, парочка обителей зла тоже прописали в списке лучших хитов для шлемов. Я побегал в старую добрую четвертую часть. Порт хороший, проблем со стрельбой нет. Можно как сайга к телепортом убегать от бешеных поселенцев и сносить им бошки. Я не особый любитель гоночных симуляторов, у меня даже нет руля. Но эта игра на втором месте по популярности в Steam VR, поэтому я решил ее попробовать запустить, поиграться. Но вот уже около двух часов я мучаюсь, смотрю гайды, которые есть только на английском, и у меня ничего не выходит. Эта игра запускается в плоском режиме, я сижу как в кинотеатре в этой машине. В общем, я устал, я ухожу. Больше я запускать эту игру не буду. Если захотите, помучайтесь сами. Едем дальше. Зато Тундра завелась полпинка. И, видимо, потому что я непрожженный танкист, VR-версия мне понравилась куда больше. Можно играть на максимальной графике с RX 7600 в 70 FPS. Никакой тошноты и дискомфорта, ощущения совершенно другие. Ты как бы на дроне висишь над танком и можешь смотреть в любую сторону. Удивительно, как VR может превратить игру, в которую ты никогда бы не стал играть, во что-то действительно интересное. Даже летая на самолетах, меня вообще не тошнило. Как-нибудь обязательно еще вернусь в эту игрушку чисто по фану пострелять. Если снизить настройки до средних, на 7600 можно получить стабильные 90 FPS. Все-таки совпадение с герцовкой шлема – это важно. И еще раз напомню, все, что вы видите сейчас на экране – это плоская картинка, да еще и записанная в 15 мегабит с одного глаза. В шлеме все выглядит намного круче. Физическая песочница Bone Lab на квесте идет отлично, чего не скажешь о RX 7600. 8 гигабайт памяти с узкой шиной ей уже не хватает для ультра настроек графики. Так что придется снижать до средних, где можно получить стабильные 90 FPS с неплохой, по моему мнению, картинкой. Это, кстати, одна из тех игрушек, которая из-за хайпа на ютубе снова вернула интерес к VR-шлемам. А вот хваленый многими виртуальный рабочий стол, по моему мнению, это шляпа. Версия из стима нормально на квесте не заработает. Об этом сказано в описании. Но кто его читает? Я, например, нет. И у меня поначалу все дико лагало. И даже когда вы скачаете правильную версию программы и на шлем, и на компьютер, все это баловство. Если у вас какой-нибудь убогий 24-дюймовый монитор, то, возможно, насладиться виртуальным дисплеем на пол стены будет приятно. Но странно покупать шлем за полтинник, не имея УПК нормального монитора. Да, тут можно поменять фон своей комнаты на пятизвездочный отель, кинозал или модную шхеру геймера. Но это все на разок. В остальном смысла от этого режима я не вижу. В системе, и тем более в играх, контроллерами нормально работать не получится. Нужно использовать клава-мышь. Картинка в целом сочная, и даже по беспроводу проблем с задержкой нет. Но и VR-а, за исключением декорации, вы тоже не увидите. Плоские игры так и останутся плоскими. Просто сама картинка станет больше. Вот и все. В общем, баловство. Работать в таком режиме вы не станете, а посмотреть кинцо можно и в стороннем плеере, с куда большим количеством различных фич. Если после просмотра вы все же решили, что вам вот это надо, не спешите тратить деньги. Немножко притормозите. Я с этой штукой вообще не спешил, он у меня уже второй месяц, и я не просто так отложил обзор. Да, в первую неделю был вау-эффект, я забывал про все, игрался во все игры подряд, но последний месяц шлем просто пылился на полке. Те, кто смотрит видосы, его замечали. Даже мой восьмилетний сын, которому сначала нравилось играть в 3D, больше не интересуется шлемом, и лишь, когда я возобновил съемки, он про него тоже вспомнил. Первый раз надевая шлем, вы попадаете в дивный новый мир. Кинотеатр на диване, объемная порнушка, игры, которые буквально можно пощупать. Но этой эйфории хватает максимум на пару недель. Да, возможно, есть люди, которые юзают такие штуки ежедневно, боксируют, занимаются фитнесом или смотрят каждый день кино. Не просто же так на квестах и пиках выросли большие ютуб-каналы, но зачастую интерес к VR быстро угасает. Просто зайдите на Авито и посмотрите, сколько объявлений о продаже бэушных шлемов. Чтобы пользователи покупали шлемы, помимо комфорта, под них должен регулярно выходить и затачиваться софт с играми. Но мало кто хочет создавать высокобюджетные проекты под девайсы, которыми пользуются только 2% игроков в Steam. А самые популярные проекты – это ритм сабля и простенькие аркады. Замыкает этот порочный круг отсутствие унификации. Каждый шлем работает на своей системе, со своими заморочками, и пока какой-нибудь крупный техно-гигант уровня Microsoft не создат свою Windows VR и не заманит на нее разработчиков и производителей, не ждите положительных изменений. Предел шлемов будет на уровне злых птичек и просмотра кино. Если вы хотите попробовать, что я понимаю и рекомендую, сходите в клубы. Я вот так и начинал. Вместе с сыном мы сходили несколько раз в клуб, потом я подумал и решил заказать, чтобы сделать на него обзор. Еще лучше возьмите третий квест, второй квест или Пика 4 в аренду. Я видел на Авито кучу объявлений, где люди сдают их в аренду за не очень большую сумму, полторы-две тысячи рублей за пару дней потратите. Зато вам все объяснят, покажут, куда что нажимать, вы наиграетесь, и тогда уже для себя поймете, нужно вам это на постоянку или нет. Такой долгий и личный тест я, наверное, еще не делал. Жду ваши оценки в комментариях. В описании ссылочка на наш телеграм-канал, который мелькал весь ролик, вы его видели. Переходите, смотрите, подписывайтесь. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok